Виктор Суворов в своих произведениях назначил Адольфа Гитлера сталинским ледоколом мировой революции. В дальнейшем этой концепции придерживался и развивал ее другой так называемый разоблачитель советских мифов Марк Солонин. Я уже рассказывал в предыдущих видео, что подобная концепция отнюдь не является изобретением Суворова, а была хорошо известна в западном мире с самого начала Второй мировой войны, то есть еще с осени 1939 года. В этом видео, однако, речь пойдет о другом. А как сам немецкий фюрер относился к роли сталинского ледокола? Был ли он столь наивным доверчивым романтиком или все-таки в его голову закрадывались некие смутные сомнения? Другими словами, кто чей ледокол? Виктор Суворов утверждает, что Сталину удалось сделать из Гитлера ледокол мировой революции, вспоминая даже неподтвержденную байку о том, что после заключения советско-германского пакта Сталин чуть ли не приплясывал от радости, приговаривая при этом «обманул, обманул». Сравнение красивое. Безусловно, такие мечты, начиная с дедушки Ленина, у большевиков существовали. Но с точки зрения практического применения этого так называемого ледокола, у меня кое-что не складывается. О мировой революции Сталина немного позднее, а сначала о ледоколе. Суворов справедливо иронизирует над советской пропагандой, которая на протяжении десятилетий делала из Сталина эдакого дурачка, который сначала подписывает с Гитлером пакт для того, чтобы якобы выиграть время для подготовки к войне. А впоследствии, уже перед самым началом советско-германской войны, многие месяцы не хочет провоцировать Гитлера и бесконечно доверяют тому в надежде, что Гитлер не нарушит советско-германский пакт. При этом совершенно справедливо показывая, что вождь народов отнюдь не был дурачком, а все время до разрыва отношений с Германией использовал для усиления своей боевой мощи, для подготовки нападения на Европу, захватив мимоходом несколько стран, оттяпав с помощью мирного или военного давления большие территории других стран и при этом никогда не был назван агрессором с точки зрения советской историографии. При этом, правда, в образе политического дурачка предстает уже Гитлер, дескать, мудрый советский вождь разрешил германскому мальчонке начать войну, рассчитывая, что тот будет поступать исключительно по выгодному Сталину сценарию. И таким образом германский фюрер превратился в этот самый сталинский ледокол. И если следовать этой логике, то к июню 1941 года ледокол свою миссию выполнил, и Сталин решил с ним покончить и вторгнуться в Европу. И тут возникает вопрос, а что, собственно, сделал для Сталина Адольф Гитлер в образе ледокола? Политическое согласие на аннексию большевиками балтийских лимитрофов, закрепленное как в секретном протоколе к пакту Молотова-Риббентроп, так и в последующих соглашениях, Сталин сполна компенсировал образом более крупного и могучего агрессора, который долгие годы перед Второй мировой войной демонстрировал свою силу, потенциал РКК и готовность в любой момент начать боевые действия. И когда утверждается, что так называемая Phony War или Zitzkrieg, которую на протяжении почти восьми месяцев ввела англо-французская коалиция, явилась всего лишь следствием общества этих стран не воевать после многочисленных жертв Первой мировой войны, либо напротив, как долгое время рассказывала советская пропаганда, заключить с Гитлером какое-то соглашение и направить его усилия против Советского Союза, разумеется, оба подобных предположения являются абсолютной чушью. Хотели бы прекратить войну, могли бы легко согласиться на мирные предложения Гитлера, озвученные в начале октября 1939 года. Захотели бы заключать какие-то соглашения с Гитлером против Советского Союза, заключили бы их. Логика подсказывает, что все дело было в фигуре Сталина. И именно его тень маячила за Гитлером, и именно неясность в его возможном поведении остановила англо-французскую коалицию от реальных боевых действий против Германии, даже в нарушение договоренностей с польским правительством. А уж когда 17 сентября 1939 года РКК вступила в войну, противники Гитлера находились в настолько подавленном состоянии, что даже не удосужились назвать Советский Союз агрессором с трибуны Лиги Наций и применить к нему какие-либо санкции. По всему было видно, что единственная надежда для них – это возможный конфликт Советского Союза с Германией, тем более, что сталинская пропаганда практически все 30-е годы готовила и собственный народ, и весь мир именно к войне с Германией, о чем мы рассказывали в нашем предыдущем видео. Кстати, не безинтересно обратить внимание на некоторые эпизоды этой самой странной войны, о которой советские граждане имели представление исключительно на уровне пропагандистских штампов. Часто забывается, что странную войну вели не только Англия и Франция, но и Германия. Гитлер при всей своей натуре романтичного злодея, по всей видимости, не слишком доверял своему восточному большевистскому партнеру и также не торопился перебрасывать войска на Западный фронт и начинать активные боевые действия. Напротив, наряду с мирными предложениями, высказанными публично в Рейхстаге и, как известно, поддержанными Сталином, Германия продолжала готовиться к проведению зимних Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене. Мы когда-то об этом довольно подробно рассказывали в видео, посвященном нынешней ситуации в Международном Олимпийском движении и приводили малоизвестные документы, из которых видно, что Гитлер действительно всерьез считал добиться мирных переговоров с западными державами и, по крайней мере, на этом временном этапе заморозить войну. И уж точно в его планы не входило становиться флагманом сталинского ледокольного флота. Да, к тому времени он успел уже выполнить миссию ледокола по отношению к польскому государству. Но при этом и товарищу Сталину, пусть не на уровне ледокола, но хотя бы на уровне ледоруба, пришлось потрудиться при выполнении этой задачи. Тем не менее, и во время странной войны происходили боестолкновения, в основном на море, сопровождавшиеся довольно большим количеством жертв. В частности, как известно, германским подводным лодкам удалось потопить два довольно крупных британских корабля, авианосец и линкор, на которых погибло около 1400 моряков. Одно из морских сражений заставило вспомнить эру Первой мировой войны и произошло в довольно экзотических водах Южной Атлантики, в районе реки Рио-де-Ла-Плата, что разделяет Аргентину и Уругвай. При этом, в месте впадения в океан, ширина этих шоколадного цвета вод достигает нескольких десятков километров. В том сражении германский рейдер адмирал Граф Шпее сражался с тремя английскими крейсерами. Часть сохранившихся артефактов после этого сражения мне удалось увидеть в свое время в Монтевидео. Кроме того, стороны обменивались бомбардировками военных объектов. При этом, когда у британского правительства возникла идея подвергнуть Германию массированным воздушным атакам, получивший об этом информацию американский президент Рузвельт предложил воюющим сторонам заключить соглашение о предотвращении использования бомбардировочной авиации в том случае, если могли пострадать гражданские объекты и мирные жители. И Англия с Францией, и Германия в результате решили пойти на подобное соглашение. Стороны соблюдали договоренности и кроме довольно редких бомбежек военных объектов обменивались сбрасываемыми пропагандистскими листовками. Кстати говоря, в Советском Союзе и на территориях бывших республик Советского Союза практически неизвестно, что первые варварские бомбардировки гражданских объектов в период Второй мировой войны производились военно-воздушными силами Советского Союза. Происходило это во время Зимней войны с Финляндией и началось в первый же день с налета на Хельсинки, во время которого было убито около 200 мирных жителей. Подсчитано, что за 2075 бомбардировок 516 целей в Финляндии погибло 957 мирных финских жителей. Это при том, что в принципе целей для стратегических бомбардировок в Финляндии практически не было. И налеты на Хельсинки, Выборг, Раваниеми совершались в первую очередь с целью устрашения и деморализации населения. Опять же подсчитано, что на финский город Выборг, Випури, находившийся относительно близко к линии Маннергейма, было сброшено около 12 тысяч бомб. Советская историография старалась вывести финскую компанию из общей канвы Второй мировой войны. Хотя именно финская компания и ее результаты во многом повлияли на стратегические и тактические операции союзников в Северной Европе, а также на подготовку возможного удара по Советскому Союзу с юга. Кроме того, как известно, Советский Союз был объявлен агрессором, исключен из Лиги Наций, а Соединенные Штаты ввели против него дополнительные санкции. Медлительность с отправками вооруженных сил на помощь Финляндии, несмотря на активное ее сопротивление советскому вторжению, завершилась заключением мира 13 марта 1940 года. Мы уже рассказывали в нашем видео полгода назад, посвященному Зимней войне, что вся логика поведения Сталина в этой войне и поддержка его Гитлером могла быть вызвана необходимостью продвинуться к границам Норвегии, которой на тот момент Советский Союз не имел прямого соприкосновения. А в Норвегии у Советского Союза, ровно как у Германии, была довольно авторитетная поддержка в лице будущего главы страны в период немецкой оккупации Виткуна Квислинга, имевшая давние и прочные связи с Советским Союзом. После завершения финской кампании Гитлер вынужден был вторгнуться в Норвегию и Данию с целью предотвратить проникновение туда английских войск. Англичане, в свою очередь, захватили датские Фарерские острова. Но понятно, что это было еще продолжение странной войны, а не какие-то активные боевые действия. Шахматисты бы назвали это улучшением пешечной структуры, хотя именно во время норвежской кампании и начались первые серьезные сражения, которые, в принципе, можно считать уже окончанием странной войны. А что же Сталин? Я думаю, что после польской кампании он был некоторое время серьезно озадачен. Как же его ледокол? Никаких реальных боевых действий с англо-французской коалицией не происходит. Прошел месяц, второй, с объявления Германии войны со стороны Англии и Франции. Заканчивается третий месяц, а ничего не происходит. Зададимся вопросом, почему Сталин напал на Финляндию в такое, на первый взгляд, странное время. В самом конце ноября, начале декабря. Была ли Красная Армия реально подготовлена к войне в таких условиях? Кто-то может сказать, что это делалось с целью повышения проходимости для военной техники, в первую очередь танков, по болотисто-озерной финской местности. Мне такое предположение кажется сомнительным. Дело в том, что только в песне братьев Пакрас ломят танки широкие просеки. На самом деле, финские леса и озера для военной техники непроходимы. И непроходимость эта совершенно не зависит от времени года. А вот для собственных войск могут возникнуть серьезные трудности. Я считаю, что Сталин просто выжидал, когда Гитлер развернет реальные боевые действия на Западном фронте. Когда силы западных союзников увязнут в этом единоборстве. И тогда уже он, Сталин, без оглядки на возможную помощь со стороны Великобритании, нанесет сокрушительный удар по своему северному соседу. И только когда уже стало понятно, что Гитлер серьезно воевать не собирается, и наступает северная зима, что Сталин теряет время, он наносит этот вынужденный удар для того, чтобы Блицкригом разгромить Финляндию, посадить там советских марионеток и выйти к границам северной Норвегии. Однако малонаселенная страна, имеющая тем не менее громадную площадь, оказала неожиданное беспримерное сопротивление. Сталинский Блицкриг провалился. И хотя по итогам Зимней войны Советский Союз считал себя победителем, хорошо известна цена этой первой победы. Но самое интересное, что в период этой Зимней войны не Гитлер был ледоколом Сталина, а Сталин стал ледоколом Гитлера, который делал попытку с одной стороны прорваться к норвежским фьордам, а с другой стороны оказать морально-политическое давление на нейтральную Швецию, который у Германии был довольно серьезный как экономический, так и военный интерес. Но так же, как желание Сталина использовать Гитлера в качестве ледокола не достигло поставленной цели, так и Сталин не выполнил своей задачи в качестве разрушителя северных демократических льдов. В будущем, в эпоху переговоров по возможному присоединению Советского Союза к державам оси, Гитлер еще раз попытается использовать Сталина в качестве ледокола. Если можно этим словом прокомментировать предложение нанести удар по жемчужине Британской империи Индии. Но на тот момент подобные игры Сталина уже не интересовали, и капитан советского ледокола запросил слишком высокую арендную плату, на которую Гитлер соглашаться уже не мог. Что же касается результатов деятельности Гитлера в качестве пробивного тарана ледокола московских большевиков, то, честно говоря, к июню 41-го года я не вижу особенных результатов. При том, что, как уже говорилось, даже своей тенью Сталин помешал западным демократиям оказать Гитлеру достойное сопротивление, и фактически разрешив Гитлеру начать боевые действия, стал одновременно, как это не парадоксально, ингибитором сопротивления западных демократий, напуганных возможным участием Советского Союза. Да, действительно, в мае-июне 40-го года были разгромлены англо-французские войска. Но при этом Гитлер создал золотой мост возле Дюнкерка и дал возможность эвакуироваться подавляющему большинству британских и некоторому количеству французских войск, хотя, несомненно, мог их окружить и пленить. Да и разгромленная Франция практически сразу стала союзником Гитлера. Другими словами, практически сразу произошло то, чего так опасались советские власти, как до Второй мировой войны, так и во время этой войны. Германия, Франция и большая часть Европы оказались в союзе с Гитлером. Великобритания, несмотря на обширность и экономическую мощь своей империи, на какое-то время оказалась в шоке от поражения, произошел правительственный кризис и активное сопротивление германскому противнику существенно снизилось. И вот ответьте мне теперь, где тут ледокол, который, по словам Виктора Суворова, придумал и хотел использовать для своих целей Иосиф Сталин? Продолжение следует.